Был специально организован орден, который в 1911 году начал свое существование, и Кришнамурти стал его возглавлять. То есть он потом учился в Англии, его послали в Англию, на то, чтобы он получил светское образование. И орден просуществовал до 1929 года. Он насчитывал очень много членов различных со всего мира, достаточно влиятельных и состоятельных людей. Были замки, были какие-то очень серьезные средства для того, чтобы этот орден существовал. И в 1929 году, из открытия одного очередного какого-то центра этого ордена, Кришнамурти выступил с речью, в которой он произвел распуск этого ордена. Сказал, что он не будет больше соловьем, который сидит в клетке и поет песни, наслаждая слух кого-то. И сказал свои такие известные слова о том, что истинно это нехоженная земля, ее нельзя открыть ни с помощью никаких учений, никаких сект, никаких орденов и учителей. И каждый человек должен сам эту проблему решить самим собой. Вот это вот очень главное понимание, которое как раз откликнулось у меня, когда я познакомился с учением Кришнамурти. Кришнамурти 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 Кришнамурти